В Центральной городской больнице открылось реабилитационное отделение. Ровно полгода назад его закрыли из-за пандемии. По приказу Департамента здравоохранения, всех врачей распределили по временным ковид-госпиталям. А люди, нуждающиеся в физиотерапевтическом лечении, терпеливо ждали, когда все закончится. Однако теперь отделение возвращается к своей привычной деятельности и прежнему режиму работы. Как к приему пациентов готовятся врачи, расскажет Мари Бохуа. Отделение реабилитации закрыли осенью прошлого года. Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Его открытие с нетерпением ждали многие пациенты. В их числе и Мария Казакевич. Два года назад она упала и раздробила коленную чашечку. После долгого лечения и операции Марии необходима была физиотерапия. Конечно, страдали очень от того, что не было реабилитации. Ну как? Как люди занимаются самолечением? Гуглят интернет, спрашивают других, кто чем себе помогал. Это, конечно, не то. Когда есть возможность получить консультацию такого специалиста, это просто бесценно. Открытие отделения ждали и сами врачи. Долгое время они лечили других пациентов, больных коронавирусом. Но к физиотерапевту Игорю Самышкину все это время обращались и те, кто нуждался в реабилитации. Очень много обращений и среди пациентов травматологического отделения, и даже среди коллег, которые тоже, как говорится, страдают теми или иными хроническими, потому что мы все люди. Сейчас ситуация с коронавирусом в городе значительно улучшилась. Об этом свидетельствуют сводки оперативного штаба. Поэтому больницы возвращаются к привычной работе. Пациенты могут посещать физиотерапевтические процедуры, ЛФК, массаж, реабилитироваться. Как в общем по всем нозологиям – хирургические, неврологические, кардиологические, так и постковидные. Теперь у нас новинка, разработана программа по реабилитации ковидных. В число процедур для постковидной реабилитации входит, например, барокамера – аппарат, который насыщает кровь кислородом. Особенно полезно на людям, которые перенесли пневмонию. Марибохуа, Павел Михайловский, служба новостей «Импульс».